Одно из старейших виноградорско-винодельческих предприятий Анапы – сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина. Последние семь лет эти полуразрушенные здания стоят как памятник былой славе. Возрождение производства на этой земле – восстановление исторической справедливости, говорит Вениамин Кондратьев. Ведь в Краснодарском крае, в Анапе, идеальные условия для лучших традиций виноделия. Вот эти условия сегодня, друзья, мы вместе с вами и создаём. Мы вместе присутствуем на этом сегодня важном, уникальном событии, я считаю, втором рождении, называется «Туристический и винный центр». Это он сегодня так называется, но на самом деле, я уверен, испугаем не Ленина, которая жила, и сегодня она переживает второе рождение, потому что люди, которые сегодня здесь есть и старожил, явно, когда мы сегодня были, на поле трактора уже начал садить саженцы, свои саженцы, наши саженцы, я уверен, они испытали величайшую гордость и облегчение. Это потому что, когда стоят эти поля, просто, значит, засеянные чем-то или вообще не засеянные. А когда-то был виноград, то, конечно, сердце кровью обливалось, и сегодня есть чувство радости. Что, конечно, хочется сказать, безусловно, уникальная земля, великолепный климат, чтобы мы сегодня могли здесь собирать виноград высокого качества, а значит, делать элитное вино. И я уверен, что вино, которое будет сделано на Банапе, может конкурировать и с европейскими известными винами. Над проектом трудились специалисты из Италии, Англии и России. Есть цель открыть современнейший завод, которым будет гордиться край и Россия. Это действительно большой и уникальный проект. 20 миллионов бутылок, 2,5 тысячи гектар классического винограда будет посажено на этой земле. И вот о чем сказали, 20 миллионов бутылок вина мы сегодня уже поставляем в 5 стран мира. И я уверен, что из этих 20 миллионов бутылок вина, которые будут здесь производиться, это вино пойдет по всему миру, потому что здесь есть все. Есть здесь земля, есть люди, есть все для того, чтобы мы были лучшими в мире по вину. Глава Анапы благодарит губернатора Кубани за внимание городу-курорту и возможности дать новую жизнь этой земле. Сегодня мы, я надеюсь, что мы вдохнем новую жизнь в поселок Виноградный, потому что раньше, когда здесь было СПК, вокруг СПК строился населенный пункт. Ну, были тяжелые времена, мы его чуть не потеряли. Сегодня есть новый инвестор, который вдохнет новую жизнь. Сегодня будут новые рабочие места, новое хорошее вкусное вино. Я могу сказать только с Богом и удачи. Церемонию закладки капсулы в будущий центр туризма и виноделия осветил епископ Новороссийский Геленджикский Владыков и Агност.